Итак, у нас сегодня пятница вечер, я у Алины в гостях. И сейчас Алина делает колян, потом я его вам покажу. Я хочу сказать, как нужно быть хорошим собеседником. Первое. Нельзя говорить только о себе. На этом ваш диалог закончится, и второму человеку будет абсолютно неинтересно. Второе. Нельзя тупить, особенно мальчикам. Это очень непосновительно. И третье. Надо развивать тему и предлагать какую-то интересную тему. Итак, это олени на занавеске фиолетового цвета. Справа. Справа, да. Включила. Рок кальмара. Новостройки. Тут такой балкончик летом, можно так сидеть и просто смотреть на лес, который черного сейчас цвета. Короче, нет, Катюх, это зашипись. Это зашипись. Хорошо. Везде, где есть еда и секс, люди будут смотреть, понимаешь? Потому что это наши физические потребности. Итак, Алина, кое-что хочет вам показать? Катя хочет, чтобы я показала, я бы правда. Как делать колян? Инструкция применения. Ну да, Катя, не на самой первой стадии, конечно, начала снимать. Я сняла твой вид сзади. Это уже чего-то стоит. Я сейчас достаю уголь. Так. И ложишь его на тарелочку. Блин, что за уголь такой-то вообще что? Это какой-то уголь. Под звездочку ухосящий. Я человек, который пользуется спичками по-олтскому. Сорняк я себя с первой не ею. Вау. Когда вы раскуриваете, было бы неплохо вставить трубку сначала. Я этого не сделала, но это не проблема. Я и спичку водичкой залить не забудьте. А то у меня как-то парашка загорелась. Пришлось ее в душ нести. У тебя срабатывала какая-нибудь сигнализация в этой квартире? Датчики, в смысле? Да. Которые эти? Нет, нет. У нас-то вообще обещаю, что срабатывает. Ну, у нас в боксе ни разу. А так постоянно в 5 утра. Пым-пым. Я хотела бы рассказать о своих намерениях на эти выходные. Я собираюсь пойти на Илу-сыну. На такую выставку красотной косметики. Цель купить первую пудру, вторую тени, красивые тени. И третью моск. Третью помаду. Какую-нибудь красивую, красную. И четвертую. Забыла. Давай, рассказывай, быстро. Я строитель, похоже, правда? Вот люди, вы через лет 5 зайдете в дом, его я проектировала. Лучше выходите из него сразу. Совет номер 2. Если ты находишься в гостях. Первое. Не забывай выключать свет. Знай, что некоторые люди платят за этот свет. За коммунальные услуги. Да, и эти люди сидят здесь. Вообще-то следят. И я только что включила свет. Второе. И второе. На кухне, пожалуйста, задвигайтесь в стул. Итак, сегодня 15 октября. Суббота. Это второй день из моего влога. Про выходные в Таллине. Мы сегодня поедем с Дашей Юлеместа за шмотками. И я вам хочу кое-что показать. Видите? Это окно. Тут живет председатель. Потому что там куча-куча камер. Я в шоке. А еще классно вот так вот стоять как раз под этим окном. И чувствовать, что тебя снимают. Я со своим самым преданным поклонником Дарья. Мой самый преданный поклонник Мерри, который меня никогда не бросит. И придет на помощь, как в учебе, так и в жизни. Да. Мы едем на Мерси. Не соните дачку. Я вас стоит в Зару. Я вас не знаю, что вы не знаете, что вы не знаете. Надеюсь, они не поросутся в четыре месяца. Это как-то, наверное, что бывает, да? Еще вот эта вот лампа-кастрюля-тазик. Сталинские, Чендемы, Финские очень сильно отличаются. В Финском все какое-то старое. Старушечье черное, некрасивое. Все валяется. А здесь так все активеннее. Вот видите, туалетная бумага Зева. Можно эту штучку в туалет потом спустить. Екатерина, объясните, почему ваш выбор остановился на туалетной бумаге именно Зева, а не какую-то там, знаешь, Регина там какая-то есть, Серла прям по теме. Это привычка. Я человек постоянный. И если я привыкла поступать по Зеву, я покупаю Зеву. Даша, мне ходить нужно иметь железное терпение. А что это такое мы дегустируем? Это муссе. С чем? Это из печени кубки. До этого мы пробовали колбаску и вот это вот, мне больше всего понравилось. Мы находимся в Лихая Татус. Так. В Кунингопо. А какой город, кстати? Это Эстония, Таллин. Что-нибудь дегустировать копченую колбаску. Очень похожую, похожую на вот это вот. Ага. Я лично рекомендую вот это. На подорожную, конечно, подорожную. Мы пришли на Эрусуэнк, который в этой коскурсии красоты идет. И, наконец-то, у нас свершилось открытие NYX-магазина «Скоро-будхау-майя». Моя любимая косметика, которая по доступной цене. И она хорошая, она удобная, она качественная. Я купила себе полетку, тени, какие-то сделки. Я купила себе кондиратор. Я купила себе кисточку. Еще мне дали на халяву сумочку, косметичку. Катя любит халяву. На самом деле, эту косметичку бы дали мне, если бы я купила на 45 евро. Я купила она чуть меньше, потому что экономная. Но я очень понравилась пандашистой девушке, которая так же меня сегодня накрасила. И поэтому она жралась. Давай поближе, как тебя накрасили, покажем. Мне нравится, что я накрасила. Я сказала, что я хочу что-то красивое. Но, в принципе, сделаю, что-то красивое. Ты говоришь, пойдем одел шмоток. Ну и как тебе шмотки? Шмотки прикольные, дизайнерские? Ну, не смущай, что-то. Давай наше гучо. Нет, смотри на него у тебя. Нормально, Санчо, конечно, если вам нравится. Ну, куда я набрала? Короче, этот рынок, это кедаловый. Реально, это не из-за места, это рынок. Обманывают людей на скидки, да? Да, обманывают людей. Такой вид сверху. На всю эту галерею красоты. Боже специализацию на волосы, шампуни, ногти вот здесь вот. И тут косметика. Я учусь в Ляньке, в городе Ковала. Находится в 130 километрах от Хексинки. В народном бизнесе. На английском языке. Смотрим молодым людям жить общей жителей и снимать квартиру. Очень непостоянно волнующий вопрос молодежи. Ну, если у тебя родители богатые, то можешь, конечно, снять квартиру. Но, по мне, так лучше взять общагу и жить веселее с другими студентами. Я звезда, как очень много, если я сделала фотографии. Бесплатно. Просто так. Да. Очень удобно ходить на Илусы, набрать их фоток, да? У нас решили провести новую образовательную систему. Отменить все экзамены. Вместо них сделать отсчет по каждому предмету. То есть нужно писать не в книг, а о каждом особом предмете. О, расскажи об этом поподробнее, пожалуйста. Что поподробнее? Просто ты ходишь на лекции и должна записывать каждый день, что ты делаешь. Что-то новое, что-то новое. В Франции ты просто даешь, что-то еще отучить. Сейчас я покажу, как я выгляжу со своим макияжем на улице. Мы вышли. Тут такая галерея машинок. Оранжевая и розовая. Как раз мне подходит, по-моему, стилю. Я же и главурная принцесса. В общем, не знаю, что сказать насчет этой галереи. Я ожидала большего. В прошлом году я ходила. Я очень много участвовала в всех розыгрышах. У меня была куча тестеров в этом году. Я просто сходила в Никс, купила себе косметику. И все, на этом все закончилось. И причем я выпросила то, что меня накрасили. Мне накрасили еще губы. Помада мне не понравилась, я ее стерла. Так что, пожалуйста, побольше халявы организаторы. Бедным студентам не хватает. Все, всем пока-пока. Это был конец нового блога про выходные.